День Знаний Начнем с самого маленького, точнее с самых маленьких, с детских садов. День Знаний это не только школа, это не только вузы, но еще и детские сады. Много делалось для того, чтобы ликвидировать очередь, в частности в Рязанской области многое сделано. На сегодняшний день по детям трехлеткам вопросов, что называется, нет. Есть ли понимание, в том числе и на федеральном уровне, как будет решаться проблема по детям я сильного возраста? Есть ли, что называется, федеральный тренд в этом направлении? Ну, я должен сказать, что внутри партии нашей существует много проектов. Один из проектов детские сады детям, который в партии поручен координировать мне. Поэтому суть проблемы, как бы знаю не понаслышке, на федеральном уровне детские сады в принципе это полномочия регионов и муниципалитетов. Но несмотря на это, президентам было принято решение о реализации отдельного проекта помощи регионам по решению проблем детских садов. И должен сказать, что не все регионы одинаково как бы отнеслись к решению проблемы. Здесь ведь важно, получить деньги из федерального бюджета можно только при условии, если ты даешь деньги свои из регионального бюджета, так называемого софинансирования. В Рязанской области губернаторы Дума очень четко выполняют свои обязательства по софинансированию. И уровень софинансирования в Рязанской области самый высокий по сравнению с другими регионами. И я думаю, что именно поэтому в Рязанской области сегодня практически за год, то обозначенного президентом срока, проблема для детей трехлеток решена. Вот я в последнее время посетил не один район, был в Михайлове, нет проблем с очередью. Был в Александрневском районе, нет проблемы с очередью. И нужно сказать, что в Александрневском районе 92% детей дошкольного возраста ходят в детские сады. В Клепяковском районе 90% детей ходят в детские сады. Не только очередь нет, но и абсолютное большинство детей проходят подготовку, получают дошкольное образование в профессиональной среде. Это очень важно. Что касается я сильного возраста, то в том же Михайлове группы такие в новом детском садике есть и есть новые места. Есть это и в других. Вы открывали в Рязани детский садик с губернатором не так давно, месяц назад. То же самое. Детские сады есть. И есть еще теперь для детей двухлетнего возраста появляются группы. Мне кажется, эта проблема во многом решена. Я бы так не успокаивался. Демографическая ситуация максимально благоприятная. Я думаю, что с течением времени все-таки нужно держать руку на пульсе. Хотя с точки зрения федеральной поддержки она в этом году, по всей видимости, завершается. Ну вот с точки зрения демографии мы сейчас приходим к тому, что у нас постепенно начинает чувствоваться нехватка школ. В том числе и в городе Рязани. Потому что если с детскими садами проблема закрыта, то дети из детских садов должны пойти в школу. Строятся новые микрорайоны. Появляется все больше людей, скажем так, школьного возраста. Количество школ пока не увеличивается. Есть ли понимание, как решать эту проблему? Понимание есть. Нужно строить новые школы. В первую очередь в Рязани. Как минимум две школы определяет губернатор Олег Иванович Ковалев. Что как минимум две школы мы должны построить в ближайшие год-два в городе Рязани. Есть необходимость пристройки школ. Потому что можно расширить количество мест без таких огромных капиталовложений. Какие капиталовложения? Ну, например, могу привести. Сейчас строится школа в Ряжске. Она в высокой степени готовности. И школа в кадре. Только на то, чтобы завершить отделочные работы, нужно полмиллиарда рублей. Это серьезные деньги для регионального бюджета. Поэтому здесь вот федеральный бюджет вновь эту ситуацию адекватно оценивает. Президент не раз уже говорил, что должны помочь из федерального бюджета регионам на то, чтобы провести строительство новых школ. Чтобы убрать двух-трех сменки. Чтобы провести реконструкцию школ, которые не ремонтировались там 30-40, иногда 50 лет. Это тоже очень важная задача. И она будет решаться. Я надеюсь, что когда в октябре, крайний срок в ноябре, состоится госсовет, президент наметил ее проведение. Я сейчас вхожу в рабочую группу по подготовке доклада. Значит, и вижу, что будет уделено много внимания, в том числе решению вот этого вопроса о выделении денег для оказания помощи регионам на строительство и реконструкцию школ. Если ничего экстраординарного не произойдет, то уже в следующем году такая программа появится. И она позволит регионам оказать это содействие. И опять многие регионы, вернее все регионы, должны будут найти необходимые деньги на софинансирование. Для того, чтобы совместными силами муниципальный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет решили проблему. Чтобы дети занимались в условиях, которые абсолютно точно адекватны тому пониманию людей, где и как нужно учить детей, какие должны быть условия. Они должны быть комфортными. Ребенок в школе находится долго, и он должен приходить оттуда не уставшим от мебели, не уставшим от недостатка освещенности. Ну, теплые туалеты, дай бог, мы сделали теперь во всех школах Рязанской области. Проблема вообще на самом деле большая и для здоровья детей, да, и в общем тоже материальные затраты. Но вот ремонт школ, опять вот был там Крепковская средняя школа номер один, требует ремонта. Требует ремонт фасада, требует ремонта окна, требует ремонта внутренних помещений. Деньги, может быть, не самые большие, но сейчас их искать надо. И эту задачу президент ставит, и я уверен, госсовет ее акцентирует на нем внимания. Я надеюсь, программа будет утверждена. 1 сентября это не только в детских садах и не только в школах. 1 сентября и в системе высшего и средне-специального образования. Николай Иванович, очень много и часто мы говорили на тему единого госэкзамена. Все-таки что показывает практика? Насколько то образование, которое дается в школах, достаточно для поступления в вузы и для подготовки в вузами действительно качественных специалистов в своих областях? Как видится вот эта ситуация? Смотрите, я достаточно часто и много общаюсь с выпускниками школы. На мой взгляд, ЕГЭ, при всей критике, которая к нему есть, он позволил нам создать систему социально-справедливую. Захожу в приемную комиссию, сидят дети из обычных семей, у родителей, у которых не всегда даже есть работа. Но он претендует на поступление на бюджетное место в нормальный вуз, на нормальную специальность. Значит, на мой взгляд, сегодня единый государственный экзамен, конечно, нуждается в дальнейшем улучшении. Контрольно-измерительные материалы нужно анализировать. Но то, что мы создали систему социально-справедливую, в этом сомнений нет. При этом я говорю, 11 лет в школе, никто не запрещает учить ученика так, как видит этот учитель. И когда вот там кто-то натаскивает, это перебор, это перехлест. Я там и у себя в семье, у меня внучка закончила, и других ребят спрашиваю, можно ли сдать ЕГЭ, не зная предмет. Нельзя. Нельзя. Надо знать предмет. А что касается психологии, технологии, это дело наживное. Это дело одного-двух месяцев тренировок специальных. Там никаких, когда мне говорят, вот там галочки-палочки. Я предложил одному филологу, который не работает в школе, давайте я вам дам Ким. Попробуйте заполнить хотя бы на троечку. Если вы системно над собой не работаете, это очень сложно сделать даже человек с образованием. Я в Думе раздавал порядка 200 контрольно-измерительных материалов по разным предметам. Сколько вернули назад заполнениями? Ни одного. Это сложная работа. Сдать просто так ничего не зная невозможно. А что касается претензий вузов, мне кажется, они не совсем обоснованные. У нас сегодня в вузы поступает более 90% выпускников этого года. Вспомните каждый себя, кто поступал. 25-30%. Школа работает. Треть, которые могут быть готовы к тому, чтобы освоить программу высшего профессионального образования. Но 90% не готовы в первый год. Они поступают. И тогда вузы говорят, которые берут их. Которые их заманивают к себе. И то, в том числе, на внебюджетку. Берут всех подряд. Ребята, потом претензии к школе. Школа плохо готовит. Школа готовит так, как готовила всегда. Не могут в школе быть все отличниками. Не могут. Если бы у нас сейчас в вузы шло 25-30%, у университетов не было бы проблем с поступившими абитуриентами. А когда мы берем 90%, то, конечно, ребята, берете... Это перекос в другую сторону. Да, берете. Начинайте тогда ликвидировать пробел. Начинайте с ними работать. Готовьте. Вы сами набрали. Никто вам их насильно... Ограничите прием. Не берите нам внебюджетку столько. Нет. Хотят взять столько, сколько можно. Сегодня государственные вузы могут взять всех выпускников школы на бюджет и внебюджет. Мы внебюджетные места в эти годы ни разу не уменьшали. Бюджетные места постоянно увеличиваются. Сегодня на бюджетные места может поступить более 50% выпускников российской школы. Никогда такого не было. Поэтому многие учатся на бюджетных местах. А вузам хочется еще зарабатывать. Ничего плохого не вижу. Но это ваша уже ответственность. Вы берете на внебюджет тех, кто, в принципе, не всегда готов к освоению программы высшего профессионального образования. Будьте добры тогда. Не жалуйтесь на школу, а доводите их до ума. Николай Иванович, завершая нашу беседу. Завтрашний день уже есть понимание, как проведете? Завтрашний день дебаты на телевидении. А школа? Да. Будет школа. Будет одна из рязанских школ. Будут поздравления своим внукам, которые все ходят в школу. И поздравления своим коллегам, родителям и учителям, всем. Я бы хотел сегодня воспользоваться ваши возможности предоставлены. Поздравить с началом нового учебного года. И пожелать, чтобы у каждого в этой жизни была возможность получить хорошее образование, хорошие профессии. И это гарантия в будущем жить безбедно. И жить в удовольствии. Воспитывать детей. С счастливой жизнью, полный рост, наслаждаться. Я желаю, чтобы у всех все получилось. Я считаю, что учителя Рязанской области работают хорошо. Они делают свою работу достойно. И у родителей есть возможность спокойно отправлять детей в школу. Спасибо. Заслуженный учитель России, депутат Государственной Думы страны Николай Булаев. Это была программа подробности. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова